Летом 1955 года всемирно известная Мэрилин Монро захотела кое-что доказать. Она вместе со своим фотографом спустилась в Нью-Йоркское метро, подошла к перрону и начала ждать поезд. Фотограф очень осторожно снимал ее, но так, чтобы никто не заметил. И за все то время, что они провели в шумной, полной людьми подземке, никто так и не узнал любимицу миллиона. Но когда они вышли на улицу, Монро повернулась к своему фотографу и сказала «Хотите ее увидеть?» И после немного взъерошила волосы, немного изменила свою позу и в этот момент, как по дуновению волшебной палочки, люди начали ее замечать. Мгновенно вокруг нее собрались сотни прохожих. Все просили ее автограф, а она лучезарно улыбалась, притягивая к себе как магнитом. Так что же сделала Монро такого, что за мгновение она из обычной, ничем не примечательной женщины превратилась в яркую звездочку? Говоря просто, она включила харизму. Именно харизма стала тем магнитом, который так в одно мгновение изменил ауру Мэрилин. Подумайте, что именно объединяет Махатма Ганди, Мартина Лютера Кинга, Стива Джобса, Уинстона Черчилля и принцессу Диану? Каждый из них занимался совершенно разной деятельностью, имел разную внешность и цели. Но объединяло их одно – они все были чрезвычайно харизматичными людьми, и именно это в немалой степени сыграло роль в их становлении и в том, каких высот они достигли. Хоть и многие воспринимают харизму как качество, которое дается с рождения, Оливия Фокс Каббейн в своей книге «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять» очень подробно раскрывает секреты, как стать харизматичным человеком и этим влиять на людей. Есть три вида харизматичного поведения, и в зависимости от того, какое поведение у вас более развито, вы можете стать воплощением одного из четырех видов харизматичного человека. Виды харизматичного поведения следующие. Первое – присутствие. Этот вид поведения, когда вы максимально сконцентрированы на человеке, с которым говорите или на деле, которым занимаетесь. Это ежесекундное осознание того, что вы делаете и что говорите. Вы замечали людей, которые над чем-то сильно сконцентрированы? Например, врачи во время операции или футболист перед штрафным ударом? Они всегда оставляют очень сильное впечатление. По ним видно, что они находятся в этом миге и понимают важность своего действия. И представьте такое присутствие во время разговора с кем-то, когда человек понимает, что вы весь во внимании, и для вас в данный момент этот диалог самое важное, что может быть. Такое поведение, особенно в наши дни, очень сильно может влиять на окружающих. Второе – теплота. Проще говоря, это доброжелательность по отношению к другим людям. Быть теплым – это значит восприниматься как заботливый, изъявляющий желание позитивно воздействовать на мир. Вспомните людей из вашего окружения, которые искренне интересуются, как ваши дела, и внимательно слушают ответ, реагируют на него и пытаются вам помочь. Или людей, которые вздохновением говорят о том, что делают, или как хотят изменить этот мир в лучшую сторону. Наверняка эти люди вызывают у вас положительные чувства. Почему так происходит? Потому что эти люди сильнее всего вызывают чувство защиты и заботы. А эволюция научила нас быть рядом с теми, кто готов защищать и заботиться. Для того, чтобы в этом убедиться, посмотрите на взрослого мужчину, который играется или учит чему-то маленьких детей. Почти всегда это вызывает сильные положительные эмоции, и нам уже нравится этот человек. Третье – сила. Один из самых эффективных видов харизматичного поведения, которое сложнее всего развивать в себе. При таком поведении ваш собеседник каждый момент чувствует, что вы абсолютно уверены в том, что говорите, чего хотите, и вас невозможно запутать. Люди с поведением силы никогда не торопятся, говорят они медленно и очень вдумчиво. Часто рядом с ними ты чувствуешь опасения, хотя они не делают ничего негативного и не являются плохими людьми. При правильном использовании такой вид поведения имеет очень сильное влияние. В зависимости от того, какие из этих типов поведения есть у вас и какие больше преобладают, вы можете быть одним из четырех видов харизматичного человека, о которых мы сейчас расскажем. Но какую бы харизму вы не выбрали, есть несколько универсальных советов, которые точно сделают вас более харизматичным. Первое. Не спешите. Любую харизму убивает сумбурность и спешка. Следите за языком своего тела. Не дергайте ногами, говорите медленнее и не перебивайте человека. Запомните простое правило. Начинайте говорить только после двух секунд, как закончит говорить собеседник. Второе. Будьте спокойным и сконцентрированным. Если вы говорите с кем-нибудь, старайтесь вникать в его слова и не думать о чем-то еще. Если вы делаете какую-то работу, то сконцентрируйтесь на работе. Будьте уверены, со стороны такие люди всегда оставляют сильное впечатление. Третье. Старайтесь смотреть на себя со стороны. Как вы сидите? Как вы выглядите? Не слишком ли часто вы киваете головой? Какая у вас осанка? Как только во время диалога с кем-то вы посмотрите на себя со стороны, вы автоматически выпрямитесь, встанете в более уверенную позу и вообще будете выглядеть лучше. Ну а теперь перейдем к четырем видам харизмы, которыми можете обладать и вы. Первое. Властная харизма. Основа этой харизмы – это поведение силы и некоторое поведение присутствия. К людям с властной харизмой можно перечислить Уинстона Черчилля или Маргарет Тэтчер. Вы можете любить их или нет, соглашаться с ними или нет, но они оставляют у окружающих сильное впечатление, опасение и некоторую подавленность при коммуникации. Такая харизма долгое время была идеальной для политиков и руководителей. Также такая харизма помогает в критических ситуациях и во время кризис-менеджмента. Как ее добиться? Интонация голоса всегда должна быть немного низкой. Не спешите, когда говорите. Выдерживайте паузу перед тем, как начать. Проецируйте непоколебимую веру в то, что вы можете повлиять на ситуацию. Очень большую роль во властной харизме играют атрибуты. Классическая однотонная одежда, минимализм, уверенный язык тела без частых изменений поз, минимальных шестикуляций и эмоций. Второй вид харизматичного человека – это доброжелательная харизма. Основа этой харизмы – поведение теплоты. К людям с доброжелательной харизмой можно отнести Далай-Ламу, принцессу Диану и Барака Обаму. Такие люди вызывают теплоту и одобрение. Даже если они ошибаются и делают что-то негативное, вам сложно поверить, что это было со зла. Вы думаете, что человек что-то делал из лучших побуждений. Такие люди создают эмоциональную связь и желание помочь им добиться целей. Именно этот вид харизмы сейчас часто используют имиджмейкеры политиков нового поколения и зачастую очень успешно. Для того, чтобы добиться доброжелательной харизмы, важно коммуницировать и проявлять заботу, согласие, а также показывать, что ваши ценности очень сильно связаны с желанием позитивных изменений, будь то в мире или в собеседнике. Вы должны уметь создавать эмпатию, показывать, как вы переживаете за человека, иногда признавая свои ошибки искренне о них сожалеть. Важно поработать над голосом, чтобы он стал более теплым и мягким. Представьте, как правильные родители говорят со своими детьми, когда учат их чему-то или рассказывают что-то. Именно к такому голосу надо стремиться. Конечно же, нельзя перегнуть палку и показаться снисходительным или не ставящим другого человека всерьез, но нотки родительской заботы должны быть. Также важную роль играет взгляд. Когда говорите или слушаете человека, иногда мысленно повторяйте себе. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось и чтобы у тебя все было хорошо. Одной этой фразы достаточно, чтобы в вашем взгляде появился тот оттенок, который так цепляет в людях с доброжелательной харизмой. Следующий вид харизмы – это сосредоточенная харизма. Ее основа – поведение присутствия. К людям с сосредоточенной харизмой точно относятся Махатма Ганди, Ли Куан Ю и Илон Маск. Такие люди вызывают внимание и понимание. К людям с такой харизмой чувствуешь уважение, потому что, разговаривая с ними, вы понимаете, что в данный момент этот разговор – это самое важное для того человека. Согласитесь, все мы хотим чувствовать себя важными. И именно сосредоточенная харизма помогает вашему собеседнику почувствовать себя важным и ценным. А если так, то вас всегда будет тянуть к такого рода людям. Этот вид харизмы – один из самых легкодоступных для каждого из нас. Чтобы развить ее, нужно во время беседы устанавливать зрительный контакт, меньше переводить взгляды, стараться задавать вопросы, чтобы говорил больше ваш собеседник, а не вы. Главное – не переборщить с этим, чтобы интерес не стал слишком навязчивым и вопросы не стали допросом. Также усиливают эту харизму то, когда вы во время разговора иногда немного киваете головой и выражаете микроэмоции на лице в зависимости от того, что говорит ваш собеседник. И последнее – это вдохновляющая харизма. Ее основа – это поведение теплоты и силы. Такой харизмой обладали Фредди Меркьюри, Мартин Лютер Кинга и Стив Джобс. Это один из самых сильных, но в то же время сложных видов харизмы, так как ее очень сложно развить, если у вас нет сильной ценности, которую вы хотите нести в этот мир. Люди с такой харизмой вдохновляют, наполняют нас уверенностью и иногда даже безрассудностью. За такими людьми не страшно идти в неизвестное, поэтому они чаще всего и меняют мир. Если вы хотите излучать вдохновляющую харизму, первое – вы всегда должны быть уверены в том, что делаете и говорите. Ваши цели и желания должны быть амбициозными и наполненными абсолютной убежденностью и благородностью. Вы часто должны игнорировать разговоры о чем-то неважном и тратить свои силы на убеждения или переубеждения кого-то. Как бы это ни звучало, но эту харизму усиливает некоторое игнорирование эмоций, реакций и желаний отдельных людей. Какая харизма подходит вам, зависит от вашей индивидуальности, характера и поставленных целей. Но какую бы харизму вы не хотели в себе развить, используйте инструмент визуализации. Наш мозг удивителен. Он умеет не просто запоминать, но и в нужный момент использовать то, чем он научился. И делать он может это на автомате. Поэтому, чтобы инструмент визуализации работал, вы должны сделать два шага. Шаг номер один. Вспомните всех знаменитых людей, киноперсонажей и героев, которые имеют ту же харизму, которую вы хотите развить. Периодически смотрите видео, фильмы и интервью этих людей и выписывайте каждый аспект, который, по-вашему, проецирует ту харизму, которой вы хотите овладать. Поза, интонация, мимика, слова – все элементы, которые могут сработать. Например, если вы хотите укрепить вдохновляющую харизму, то посмотрите знаменитую речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Обратите внимание на его тембр голоса, как он меняется, где у него пауза, а где речь становится немного быстрее. Или как он смотрит вбок и вверх по диагонали, когда говорит о мечте. Это сильный элемент, показывающий, что ты ушел вглубь себя, чтобы достать и раскрыть что-то сокровенное. Шаг номер два. Закройте глаза и представьте, что вы используете эти элементы, которые выписали. Какие из них вам подойдут, где их можно использовать в вашей повседневной жизни? Возьмем пример с Мартином Лютером Кингом и его взглядом вверх по диагонали. Представьте, что вы на деловой встрече, и вас спрашивают про какие-то планы, и вы вдруг уходите в себя, начинаете говорить с интонацией мечтателей и смотреть куда-то в верхний угол комнаты. Согласитесь, это будет выглядеть, мягко говоря, очень странно, и скорее вы покажетесь несерьезным человеком. Ну а теперь представьте, что вы на свидании, и человек, с которым вы на свидании, спрашивает у вас про ваши планы на жизнь или про ценности. И теперь вы точно так же уводите взгляд куда-то вдаль, ждете пару секунд и начинаете неспешно рассказывать про цели, планы и ценности. Поверьте, если сделать все правильно, это будет иметь очень сильный эффект на человека, с которым вы общаетесь. И если это прогнать через себя несколько раз, то когда придет время, мозг автоматически настроится и постарается все сделать как надо. Какую бы харизму вы не хотели в себя развить, не забудьте наслаждаться процессом. Самые харизматичные люди, которых я видел в жизни, это были те, кто или получал удовольствие от того, что делал, или получал удовольствие от того, к чему стремился. Если у вас есть хотя бы немного из этого, знайте, вы уже притягиваете к себе людей и влияете на их жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok